Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Когда чувствуешь сухость, ожесточение, не оставляй молитвы. «За пождание твоей подвиг против сердечного нечувствия не зайдет к тебе милость Божия», говорит нам святитель Игнатий Бринчанинов. Вы смотрите телевизионное и пархиальное обозрение, и в сегодняшнем выпуске мы расскажем о наиболее значимых событиях в жизни православной Одессы. Митрополит Одесский и измаильский Агафангел совершил чин прощения в Успенском кафедральном соборе. Первую седмицу Великого Поста владыка митрополита Агафангел возглавил чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского в соборах Одессы. Архиепископ Арцистский Виктор совершил чтение Покаянного Канона Андрея Критского в Воскресенском Теплодарском и Архангелом Михайловском Одесском монастырях. В Успенской обители первую в этом году литургию прежде священных даров совершил ректор Одесской духовной семинарии протерий Дмитрий Яковенко. В неделю сыропустную, четвертую подготовительную перед Великим Постом, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил божественную литургию в Нижнем Храме Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Управляющему епархией сослужили клирики собора. Святая Церковь готовила нас к началу важного духовного события Великого Поста. Ранее в неделю о матерее и фарисее мы вспоминали о том, с каким смирением надо подходить к делу покаяния. В неделю о блудном сыне Церковь напоминала, что милостивый Господь ждет нашего обращения, и мы не должны думать, что нет для нас покаяния, потому что велики наши грехи. В неделю о страшном суде мы вспоминали, что по нашему милосердному отношению друг к другу будет судить нас Господь. А в минувшую неделю сыропустную Святая Церковь привела нас к воспоминаниям о том рае, который Адам потерял из-за своего непослушания и призвала с воздержанием и послушанием начать время поста. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И даже восемьдесят не будет ядно живи в себе и седлыши, Повлачают молиться свое, ядно появятся человеком, пустящий все. Каждый человек дорог для небесного Бога и Отца. И поэтому, когда мы становимся на путь духовного очищения, совершенствования, нам необходимо прежде всего разобраться с собой, а суд над нашими ближними предоставить тому, кому он принадлежит по праву. Прощение открывает двери для милосердия, прощение освобождает душу от тяжести обид, «Прощение делает человека радостным и свободным от греха». И дай Бог, чтобы в эти дни Великой Четыридесятницы, каждый из нас сумел от сердца простить своих ближних. Это бывает непросто сделать. Для того, чтобы простить до конца, необходима Божья помощь. И каждый человек во время Святой Четыридесятницы просит этой Божьей помощи, чтобы Господь Свою благодатью освободил наше сердце от обид, от гнева, от раздражения и ненависти, и чтобы оно было действительным храмом, в котором обитает Бог и Его Божественная благодать. Аминь. Вечером того же дня владыка митрополита Гафангел совершил чин прощения в Успенском кафедральном соборе. Первая половина вечерни носит характер праздничный и совершается в светлом праздничном облачении. Важность прощения в жизни христианина, и особенно в период поста, преподобный Ефрем Сирин отмечал такими словами. Если ты человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой, Бог не примет тебя. В этих важнейших, фундаментальных словах, которые должны быть записаны на скрижалях души каждого человека, скрыта простая истина, чистой любви к ближним, благодаря которой неразлучно с постом и молитвой необходимо достичь самой важной и самой высокой цели для каждого христианина – Царствия Небесного. Господь сошел с неба для того, чтобы быть с нами. Он сопочинял человеческую волю, волю божественной. Он создал человека из злины и сделал его своим собеседником. И апостол, в Слово Божие нам говорит, Господь Бог послал единородного Сына Своего, дабы всякий верующий в Европогиб, но имел жизнь вечная. Вера апостольская, вера православная, которую утвердила всю Вселенную, является для каждого из нас золотым запасом, духовной радостью, потому что вера Христова – это вера нашей души, вера нашей жизни, вера нашей совести. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Одним из таких молитвословий является покаянный канон Андрея Критского, который воспевается в четырех первых днях поста. 18 марта, в первый день Великого Поста, Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Великое повечерие с покаянным каноном состоялось в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Вместе с архипастырем молились духовенство собора и многочисленные прихожане. Во второй день Великого Поста, владыка Агафангел совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Одесском Свято-Троицком соборе. Строки Великого поэтического произведения показывают, что священная история имеет прямое отношение к нашей жизни, ибо события, которые описаны на странице Библии, имеют свое отражение в жизни каждого человека. Ай, вели вы Иисусе, не уподобився правде, дар о тебе приятное не принесу хода, ни деяния божественные, ни жертвы чистые, ни жития непорочного. Строки Великого поэтического произведения Вечером 20 марта по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела Митрополита Одесского и Измаильского архиепископ Арцизский Виктор возглавил Великое Повечерие с чтением третьей части покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Воскресенском Теплодарском женском монастыре. По завершению векарный архиерей передал в дар обители икону святителя Гавриила Молдавского с частицей его святых мощей. 21 марта архиепископ Арцизский Виктор совершил Великое Повечерие с чтением четвертой части Великого Покаянного Канона Андрея Критского в Свято-Архангела Михайловском Одесском женском монастыре. Приизряднейший таинник покаяния таковым именем Святая Церковь достойно ублажает Творца Великого Канона Святого Андрея Критского, который собрал воедино события Ветхозаветной и Новозаветной истории и излагает их в духе глубокого сердечного сокрушения, побуждая нас к покаянию и нравственному исправлению. 19 марта по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела архиепископ Арцизский Виктор совершил отпевание фельдшера экстренной медицинской помощи раба Божия Сергия, погибшего 15 марта в результате ракетного обстрела Одессы. Сергий был на дежурстве и вместе с бригадой одним из первых прибыл на место обстрела, но попал под второй удар. По словам коллег, он с собой прикрыл раненого пострадавшего. По желанию родных чин отпевания совершили в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Христос, Божественная Своя благодатью, даром же и властью, данным святым Его учеником и апостолом, воеже вязать и решите грехи человеком, реком, приимите Духа Святаго, им же отпустите грехи, отпустится им, им же удержите удержаться, или, как же свяжете и разрешайте на земле, будут связаны и разрешены на небесе, а то, нех же наны, друг к другу приимательно пришедшие, через меня смиренно и прощенно, если я по духу чада невинноубиенный Сергий. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодатное время Великого Поста Время говения, молитв, духовного совершенствования Время, когда расцветает не только природа вокруг, но и душа Вот и взываем мы ко Господу покаяние от верзий медведи жизнодавчие Потому что покаяние — пульс нашей духовной жизни Преподобный Исаак Сирин писал «Покаяние есть второе возрождение от Бога» И действительно, как реставратор восстанавливает лик в старой иконе, так и Господь обновляет наш образ, нашу душу через таинство покаяния На этом пути важно помнить, что раскаяние и покаяние не одно и то же Раскаяние — состояние осознания своего поступка и его последствий Но покаяние — это готовность изменить свою жизнь и более так не поступать Иначе говоря, в покаянии важно найти не грех, а найти того, кто готов ко встрече со Христом К подлинному изменению своей жизни Покаяние — не отдельный акт, но целый путь И наставя нас на путь покаяния, молимся мы в покаянном каноне Вот и взываем мы ко Господу покаяние от верзий медведи жизнодавчие Мы молимся так, потому что сами не в силах открыть эти двери и прекратить жить беззаконно Трудно освободиться от греховного плена, подняться над собственными страстями, пороками и искушениями Без помощи Божьей наша брань с грехом невозможна, обречена на поражение Ведь именно Бог дает нам благодать, которая помогает нам в этой борьбе, приумножает наши силы Вот почему в период Великого Поста нам необходимо непрестанно молитвенно вызывать к жизнодавцу Христу Дабы послал Он нам благодать покаяния Помятуя важность очищения души, созидания в ней нерукотворного храма Божьего Сподобимся возненавидеть свои беззакония Подняться выше искушений и соблазнов Разорвать ужас страстей И принести Богу достойные плоды нашего покаяния То есть не только чувство, что мы сделали что-то не так Но плоды, реальные изменения нашей жизни Переосмысление ценностей, примирение с Богом и ближними На этом наш выпуск близится к завершению Напомним, что в воскресенье 24 марта Церковь празднует Торжество Православия Также в ближайшие дни мы чтим Понедельник 25 марта память святителя Григория Двоеслова И память преподобного Семена Нового Богослова В среду 27 марта память святителя Феогноста Митрополита Киевского и всея Руси И память иконы Божьей Матери Феодоровская В субботу 30 марта поминовение усопших Также память преподобного Алексея Человека Божия Престольный день Свято-Алексеевского храма В воскресенье 31 марта память святителя Григория Паламы Также собор всех преподобных отцов Киево-Печерских В следующих выпусках телевизионного и пархиального обозрения Мы расскажем об этих и других событиях в жизни православной Одессы Помоги вам Господь, дорогие братья и сестры Провести Святую Четыридесятницу в христианском благочестии И встретить светлое Христово Воскресенье 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 Субтитры создавал DimaTorzok